Вывод формулы для определения изменения длины при растяжении сжатий с учетом собственного веса. Об этом сегодня. Когда мы рассчитывали стержень на растяжение сжатия, мы записывали, что ΔL, то есть изменение длины при растяжении сжатий, определяется внутренним усилием, длиной и жесткостью при растяжении сжатий, модулю пругости и площадь. Но, на самом деле, исходная формула для этого вида это интеграл от N от X разделить на EADX. То есть изменение длины это, на самом деле, внутреннее усилие на каждом маленьком кусочке делить на жесткость. При изменении, конечно, от 0 до L. L может быть несколько, так же, как и N. Ну, их столько, сколько N. То есть если несколько участков на стержне, значит внутренних усилий будет несколько и, соответственно, ΔL. Но это об этом позже. Сейчас вывод формулы для ΔL, но с учетом собственного веса. Как мы уже в предыдущих видео выяснили, что внутренние усилия это внешняя сила и собственный вес. Внешняя сила может вызывать как растяжение, так и сжатие, что здесь стоит, плюс-минус. Как видно, из этой схемы растягивает сила вниз, сжимает, естественно, в противоположную сторону, а для этой схемы все наоборот. И внутренние усилия, которые связаны с собственным весом, может быть как со знаком плюс, так и со знаком минус. Поэтому здесь тоже написано плюс-минус в зависимости от схемы расположения. Конечно, когда мы собственный вес не учитываем, то вот это слагаемое пропадает. И тогда вот этот интеграл dx, интеграл от dx это x, x от 0 до L, подставляем L и получаем ΔL вот в этом виде формулы. А когда собственный вес есть, нужно взять интеграл от N от x. Это мы и сделаем. То есть в интеграл вместо N от x мы подставляем то, что мы видим на нашей схеме. Это я здесь общую формулу взял для обеих схем. На наших же схемах может быть или одна, или вторая вариант. Поэтому со знаком здесь будет четкое определение и не будет этих плюс-минус. Давайте выведем формулу, а потом еще раз об этом поговорим. Зная о том, что интеграл от dx это x, интеграл от x dx это x в квадрате на 2, раскрыв скобочки, мы вот здесь в результате получаем. Здесь f dx открыли скобочку, получили x, ну и поставили сразу L. Эту скобочку раскрыли и получили γ a x dx разделить на Ea. Интеграл от x dx это x в квадрате на 2. То есть вот здесь мы в результате видим x в квадрате разделить на 2 Ea. Распишем вот это в виде собственного веса и L подставим. Значит в результате мы получаем плюс-минус f внешних сил умножить на L разделить на Ea. То есть здесь собраны все внешние силы, которые прикладываются к этому куску, где действует вот именно это внутреннее усилие. Дальше плюс-минус γ a L это собственный вес этого участка. g умножить на L и разделить на 2 Ea. Вот эта двоечка касается только того кусочка, веса того кусочка, на котором действует вот это внутреннее усилие n от x. Это важный момент, потому что вот где там появится двойка, она численно не очень на самом деле влияет, но методически к этому придираются всегда. Давайте рассмотрим два участка. Итак, для первого участка, как мы делаем вообще участки? Вспоминаем. Значит мы закрыли всю конструкцию и начинаем перемещать нашу плоскость вверх. Видим, что появилась сила f1. Как только мы увидели на схеме изменения, нам нужно здесь рассечь и посмотреть внутрь. Вот первое сечение сразу за силой x1. x1 изменяется от 0 до L1. Почему до L1? Перемещаем, перемещаем плоскость. И в точке, где x1 равен L1, мы видим, что появилась сила f2. Раз там появилась новая сила, нужно делать новое сечение. Там будет x2. Вот мы сделали сечение. И внутрь этого сечения заглядываем. Всегда от сечения к оставшейся части мы рисуем внутреннее усилие N. Здесь действует сила f1 вверх направленно. В данном случае будет сжатие. На пересечении диагонали, то есть в центре тяжести, действует собственный вес, который будет равняться удельный вес умножить на площадь и умножить на длину. Длина x1 не вся, не 0, не L1, а x1 увеличивается, вес увеличивается. Вот это мы изобразили вот в этой формуле. Подставили в наше внутреннее усилие N от x1 со своими знаками, спроецировали и получили. f1 сжимает, вес растягивает. И вот здесь, в эту формулу, которую мы написали в предыдущем кадре, мы видим, что результат выходит вот такой. Здесь G1, L1 разделить на 2, E1. То есть вес G первого участка делится пополам. Он не в равной степени с внешними силами влияет на изменение длины. Его нужно разделить на 2. Здесь я единственное, что хочу добавить, что интеграл это определенный, изменяется от 0 до L1. И, конечно, мы вместо x1 в результате подставляем значение L1. И так вот выходит. Дальше. Вот на схеме изображено все, что действует на второй участок, когда мы вот так сделали сечение. Мы нарисовали весь кусок, первый и сечение на расстоянии x2 второго участка. Здесь у нас F1, так же, как и действовало. G1 здесь уже не переменная величина, как здесь вот она была обозначена и зависела от x1. А G1 это вполне определенная величина. Вес собственный первого участка. На второй участок он действует как сосредоточенная сила. Поэтому здесь мы G1 берем как известную величину. То есть гамма АЛ1. Гамма А1 Л1. Дальше. F2 тоже внешняя сила. А вот собственный вес второго участка записывается как гамма А2 x2. И в эту формулу мы так все и подставили. Все внешние силы. А вот эта тоже внешняя, но она переменная. Зависит от x2. Она зависит от x2. Открываем. Все, что я тут поприкрывал. И видим, что дельта L2 это интеграл от 0 до L2. N от x2 разделить на EA2. Dx2 минус F1 плюс F2. То есть все внешние силы складываются вот в этом слагаемом. Здесь двоечки нет. Внешние силы для вот этого участка, приложенные в начале самого второго участка, записываются в первом слагаемом. Во втором слагаемом с двойкой в знаменателе записывается только собственный вес второго участка. Вот, в общем-то, и все, что касается внутреннего усилия при растяжении сжатий с учетом собственного веса и особенностей изменения длины и учета собственного веса в этом случае. На этом был рад с вами видеться. Всего хорошего. До свидания. Удачи.